Оксана Башко посещает салоны красоты регулярно. Маникюр любимая из ее процедур, но скоро приходить сюда она будет только по QR-коду. К вынужденной, но необходимой мере женщина относится с пониманием. Салоны красоты нам посещать нужно, тем более уже при вере нового года. Так что я полностью за. С 24 декабря предъявлять QR-код на входе нужно будет во всех салонах красоты. Представители бьюти-индустрии уже активно начали готовиться к этому. Некоторые даже проводят опросы клиентов. В своем инстаграм-аккаунте мы проводили опрос между нашими подписчиками и выяснилось, что 40% наших клиентов не привиты. Но мы всячески мотивируем клиентов, чтобы они прививались и чтобы у них не было никаких ограничений посещать наше заведение. В Тобольске 149 салонов красоты и парикмахерских, а всего объектов, на которых с 24 декабря вводятся QR-коды более 300. Это 125 заведений общепита, 6 кальянных и 13 спа-центров. Все эти организации тоже готовятся сами и готовят своих клиентов. У нас очень много постоянных клиентов. Мы часто с ними связываемся, общаемся. Девочки общаются в зале с ними, когда они присутствуют на окрашивании или на стрижке. Поэтому мы с ними разговариваем, что надо обязательно поставить прививку. А вот уже с 3 декабря по QR-коду посещать нужно будет и два отдельно стоящих гипермаркета в Тобольске. Ленту и Магнит Экстра. Только предъявлять QR-код в них и в других торговых центрах необходимо в будни с 18 часов. А выходные и праздничные – весь день. С этой стороны мы будем осуществлять проверочные мероприятия при лечении органов полиции. Надеемся, что данный объект относится к пониманиям, введенным изменениям, будут их исполнять со своей стороны и не допускать нарушений. Тем, у кого прививки нет по медицинским показаниям, нужно предъявлять на входе в магазины и салоны документ, подтверждающий медотвод. А если нет ни QR-кода, ни медотвода, должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее, чем за 72 часа. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко. Тобольское время.